Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, в это утро желаю вам предложить один текст Священного Писания, затем будем рассуждать над очень важной темой. Этот текст, он просто поможет нам рассуждать над тем, что мы сегодня хотим вникать в себя и в учения. Вы знаете, в 4 главе 1 послания Тимофея 16 стихом апостол Павел говорит такие слова «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Братья и сестры, вы знаете, есть один труд, одно дело, одно занятие, которое должно быть сопровождать всю нашу жизнь, всех верующих людей, независимо от духовного возраста, от положения, от служения в Церкви. Это повеление самого Господа – вникать, анализировать, обращаться внутрь себя, исследовать и параллельно в Писании. Почему? Это связано с нашим спасением и спасением наших ближних, если так кратко сформулировать. Я привел этот текст Священного Писания, братья и сестры, с целью той, чтобы порассуждать над одной темой, которая тревожит меня уже долгое время. Поскольку приходится беседовать, общаться, посещать, разговаривать со многими верующими людьми, и вы знаете, есть определенная тревога. Тревога у многих людей, когда вникает в себя – это люди честные, люди, обращенные к Богу. Речь идет о верующих людях, братья и сестры. И возникает вопрос – что происходит в моей жизни? Почему мои ожидания, которые были так в начале, моя духовная жизнь, которая действительно была в начале, она изменилась, она потеряла свое качество и свою свежесть, свое состояние. В чем дело? Братья и сестры, позвольте привести такой собирательный, может быть, образ не конкретного человека, а из многих, может быть, людей, молодежи, среднего возраста, которые в нашей церкви, в других местах живут. Немножко посмотреть, пройтись, знаете, вот такой путь их духовной жизни, этих вопросов, которые возникают. Ну, начнем с самого главного. А самое главное начинается, братья и сестры, с рождения новой души. Правда, это самое главное, что Господь ожидает – это спасение человека с возрождения, когда наступает этот драгоценный момент в жизни родителей, детей, всякого человека, ищущего Бога, когда он обращается к Богу. Обращается искренне, осознанно, есть сокрушение в Боге, есть нужда в Боге, есть спасение. Происходит это чудо духовного рождения новой души. Приходит радость. Есть такая фраза, которая очень знакома всем нам. Помните, у меня было состояние, я летал как будто на крыльях. Правда, известно многим. Это естественно, братья и сестры. Это радость, потому что на небесах радуются ангелы. Эта радость Господь дает при спасении, при обращении к Богу. Давайте вспомним радость святого водного крещения, когда человек, спасенный, обращенный к Богу, заявляет о своем желании принять святое водное крещение. Давайте на минуту вспомним каждый свой день, свое крещение. В разное время, в разные годы. Радость, когда я переживал первый раз, участвовал в вечере Господней. Это огромная радость и благословение, трепет. Радость первого свидетельства перед церковью, может быть, перед молодежью, может, на конференции. И на этом месте были братья и многие, которые рассказывали, что сотворил их жизнь Господь, какое чудо спасения, какую радость они пережили. свидетельства, может быть, где-то неверующим людям, своим друзьям на улице, случайным людям. Но радость свидетельства, радость, первый опыт служения в проповеди, может быть, стихотворения в хоре. Но это была действительно радость. И знаете, кажется, такое состояние, казалось, что оно никогда не покинет, правда? Вот такое состояние благодати, радости, присутствия реального Бога в твоей жизни, настолько оно было очевидным, что, кажется, слава Богу, вот она истинная духовная жизнь. Вот она цель, к которой я пришел. И так должно сопровождать всю нашу жизнь. Проходит время. И многие люди свидетельствуют, что что-то начало происходить в моей жизни. Что-то стало происходить в моей жизни. Та радость, тот восторг, те крылья. Что-то с полетом моим духовным. Замедлился мой полет, моя ревность. Знаете, одна сестра, она свидетельствовала, прошло несколько месяцев после моего святоводного крещения. Это не в нашей церкви, в другой стране было. Я стала замечать, что что-то стало происходить. Та книга Библия, которую я с радостью открывала, каждое утро почерпнуть, почитать что-то новое, эти страницы, они говорили с моим сердцем. Они светились просто для меня особой благодатью. Я питалась из этого слова. Я не могла дождаться, когда я приду на собрание, чтобы услышать проповедь. Это стало уходить. На свидетельствах я сижу на собрании, и все проповеди какие-то стали скучными, проповедники бездарными, слова все отлетают, знаете, как горох коврят от стенку, ничего не приходит. Все люди стали какие-то подозрительными. Я стал видеть недостатки других людей. На меня тоже стали смотреть подозрительно. Что с тобой? А я не могу ничего объяснить. Но самое страшное, друзья, что многие стали замечать, что старые грехи, греховные привычки, пороки, которые были прощены, оставлены, забыты, как что-то страшное, они стали понемногу стучать сначала в наш разум, в наше сердце, в нашу жизнь, и шаг за шагом они стали возвращаться в нашу жизнь. И вот первое падение страх, томление, совесть осуждает, что происходит, покаяние, потом снова, потом снова, потом желание как-то скрыть это, убежать куда-то, непонимание, что происходит, как бороться с этим. К сожалению, происходит по-разному. Самое страшное происходит, вторая жизнь появляется, двойная жизнь, двойные стандарты, два лица. Приходится одевать маски в церкви, дома, на улице, на работе. Некоторые идут еще дальше. Разочаровавшись вот такой в своем падении, в своей несостоятельности, люди уходят в мир. Люди оставляют церковь, люди оставляют Господа. Говорят, я не могу справиться, я не могу понять, что происходит, может быть, это было что-то, порыв, эмоциональный порыв, я не понимаю и уходят в мир. Есть другая группа людей, которые, побывав в мире, окунувшись в эту грязь, в этот грех, испытав и разочаровавшись, вновь возвращаются, возвращаются в церковь, возвращаются к Богу, в молитве покаяния, но остывают. нету былого этого, знаете, горения, нету радости этой. Просто нужно что-то делать, в мире не хочется быть, ну, а в церкви просто нужно, ну, как-то вести себя, а как по-другому? И возникает вопрос, а как же дальше жить, что происходит? Братья и сестры, если у вас немного по-другому развивалась ваша духовная жизнь, как я сейчас привожу вот такой просто собирательный образ, пример, не торопитесь судить этих людей. Давайте не будем торопиться делать поспешный вывод о том, что не было возрождения свыше в человека, о том, что это было, и он тщетно уверовал, просто он примкнул как-то к церкви, это были просто эмоции. Нет, братья и сестры, я привожу пример многих людей искренних, которые пережили рождение свыше, которые были просвещены Духом Божьим, которые любили Господа, имена которых записаны в книге жизни, и родители, друзья, они сами свидетельствуют об этом, что это было со мной, это было реально. Я знаю, что сегодня многие родители радуются, правда, когда их дети обращаются к Богу, выходят, свидетельствуют, мы поздравляем, поем, дарим какие-то сувениры, друзья, но я думаю, что вот эта радость, она все равно связана с определенной тревогой. С тревогой, а как дальше? А что будет дальше? Или молодые люди задают, а как быть дальше, как пойти правильно, для того, чтобы этого не случилось? Ведь есть же другой опыт, правда, друзья, я думаю, что и в этом зале многие скажут, но у меня такого не было. Я слышал свидетельства, люди говорят, когда Господь коснулся моего сердца, когда я покаялся, когда я возродился, моя жизнь не имела вот этих падений, ступеньку за ступенькой, шаг за шагом, постепенно я шел к Господу, я рос духовно, я радовался, для меня все это знакомо, я никогда больше не возвращался к тем прежним грехам, к тем падениям. Друзья, действительно, есть и такой опыт, есть радость, видно, таких людей, у них есть опыт, определенный, мы видим, приносят плоды в личной жизни, они духовно растут, они приносят плоды в церкви, в служении, и только хочется сказать слава Господу и дай Господи сил, чтобы так и было. Возникает вопрос, братья и сестры, что же происходит? Неужели есть в духовной жизни более успешные и есть какие-то неудачники? Не получилось у него? Что-то он недосмотрел, что-то было не так. Братья и сестры, давайте попробуем все-таки разобраться. Это очень серьезная тема. Мы не случайно прочитали этот стих, где апостол Павел говорит, «Вникай в себя и не только в себя, и в учение». Потому что только в себя будем вникать, братья и сестры, что мы обнаружим? Запутаемся, увидим свои недостатки, пороки, слабости, немощи, не разберемся ни в чего в себе. Поэтому нужно смотреть в себя, но обязательно параллельно смотреть в Писание. Вот почему Христос говорил, друзья мои, все наши вот эти путаницы, от того, что мы блуждаем в этих духовных лабиринтах, друзья, происходит от одного. Христос говорит, исследуйте Писание. Когда-то он сказал одной группе людей, заблуждайтесь, не зная Писания и не силы Божьей. И дьявол очень заинтересован для того, чтобы погрузить человека верующего, спасенного человека в такую путаницу, неясностью духовной жизни, что с ним происходит, где его место. Он не видит, что есть определенный, четкий, ясный, Божий план, Божья воля. Господь открыл для эту волю, этот план для каждого верующего человека, чтобы он шаг за шагом, ступенькой за ступенькой, от веры в веру шел и приближался, и преображался в образ Христа. Итак, вникай в себя и в учение. Братья и сестры, Писание – это зеркало, в котором человек может видеть себя таким, каким он есть в действительности, без всякого приукрашения. И каждый, кто желает знать, как он выглядит, найдет там свой портрет и свою фотографию. В Писании, братья и сестры, там мы найдем свой истинный портрет. Вы знаете, Дух Святой через апостола Павла разделил людей на три резко отличающиеся друг от друга группы людей, три категории. И каждый человек принадлежит каждой из них. Братья и сестры, Священное Писание ясно говорит, что все люди, живущие на этой земле, принадлежат к одной из трех категорий. Они есть в каждой церкви и в нашей церкви. Эти люди тоже есть, потому что Бог так ясно и правдиво описывает каждую из этих групп, что человек может точности знать, которой именно он принадлежит. братья и сестры, три вот этих групп, классификация вот эта божественная, она очень простая. И вы с ней знакомы, я убежден. Писание говорит, что все люди подразделяются на душевных людей, на духовных людей и на плотских людей, либо естественный человек. Я бы хотел, братья и сестры, сегодня порассуждать на две категории, над двумя категориями людей. Давайте возьмем душевный человек, братья и сестры, те, кто уже знают хорошо и Писание, и себя, и свое состояние, друзья, проявите снисхождение. Я думаю, это очень важно для нашей молодежи, для наших детей, да и нам не помешает об этом знать, правда, проанализировать свое состояние пред Господом. Итак, душевный человек, кто такой? Или естественный человек? Писание говорит так, первое послание Коринфянам, вторая глава, 14 стих, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Хоть слово душевное, и вроде бы такое приятное слово, знаете, в мире люди часто говорят, такой человек хороший, такой душевный человек, так приятно с ним. Но вы знаете, Библия по-другому почему-то дает такую оценку. Это человек не спасенный, это человек не возрожденный, а следовательно, это человек погибший. И отсюда совершенно ясно, что естественный человек не находится в правильных отношениях к Богу. Это состояние имеет каждый человек, который рождается в мир, приходя в этот мир. Братья и сестры, это состояние родились мои родители, в этом состоянии природном родился я, родились мои дети. И что говорит Писание о положении естественного человека по отношению к Богу? Если можно, братья, высветят один слайд. У нас нету времени, братья и сестры, чтобы подробно останавливаться, просто я хотел бы, чтобы мы посмотрели, какое положение человека душевного по отношению к Богу занимает. Мы просто пройдемся очень кратко, если кто-то хочет, может записать эти тексты Писания и дома посмотреть. Писание говорит, что человек душевный, он не знает Бога. Если можно, первый слайд, братья. Он не знает Бога. Есть другой, да, он не знает Бога, послание Галатам 4, 8. Он не благодарит Бога, он не интересуется Богом. Душевный человек, он не любит Бога, он не верит в Бога, он не боится Бога, он не славит Бога, он противится истине, он не разумеет Бога, он не верит истине, он не покоряется благовесованию, когда к нему проповедуется слово, более того, он враг Бога. Вот так Писание говорит, описывает характеристику положения человека душевного, не спасенного, не возрожденного пред Богом. Его положение душевного человека в отношении Бога определяет и самое отношение к этому Богу. И Библия говорит, что это отношение более того враждебно. человек находится во вражде по отношению к святому Богу, что соответственно неизбежно определяет и то же самое отношение Бога к этому человеку. Если мы посмотрим, еще один слайд, братья, кройте, Писание говорит, он далек от Бога человек по своим грехам и преступлениям. После Павла в послании Ефеси нам говорит, в послании к римлянам, 3 глава, 19 стих, он говорит, он виновен пред Богом. Иоанн говорит, он уже осужден Богом, он навлек на себя гнев Божий, он отчужден от жизни Божьей, он без Бога в этой жизни, сейчас без Бога, и более того, послал Павел говорит, он без Бога в будущей жизни. Братья сёстры, это характеристика человека, который рождается в этот мир, и Библия называет его душевный человек. Братья сёстры, независимо, родился ли он в неверующей семье, в христианской семье, он уподобляется своим родителям по своей греховной природе, он берёт начало от Адама, который восстал против Бога и потерял всякую связь, всякое отношение с Богом. Братья сёстры, теперь давайте представим такого человека, мы пытаемся изменить, это то, что делают люди сегодня. Вот эта характеристика, братья сёстры, если её разложить подробно в свете Писания, это очень тяжёлое состояние, человек мёртвый, который апостол Павел в послании Фессиан говорит, и люди пытаются как-то изменить через мораль, через религию, через добрые дела, различными методами, философией, пытаются изменить человека, совершенно нет возможности. Братья сёстры, теперь давайте представим такой человек, он приходит в церковь, и человек, находясь в церкви, не проходя путь духовного рождения, каким-то образом, незаметно, он вливается в среду, он учится всем ритуалам, всем обычаям, всем традициям, всему, что происходит в жизни, и он становится как-то естественным, просто для него, и становится таким религиозным человеком, воспитанным, знает, когда петь, что петь, вставать, как молиться, и такой человек иногда даже принимает святое водное крещение, и такие случаи есть, братья и сёстры. Наступает трагедия, вы знаете, можем себе представить, человек, который не умеет сам дышать, ему делает искусственное дыхание, ему вешают, знаете, кислородные баллоны, дают маску, чтобы он мог дышать, его поддерживают как-то, ободряют, давай, брат, дорогой, давай, а в нём жизни нету внутри самой, нету внутри Бога, Друзья, это очень важно определить честно, правдиво пред Богом своё положение. Для душевного человека Иисус Христос Он не Спаситель и не Господь, а центром жизни является Он Сам и Своё Его Я. Ветхий человек имеет над Ним неограниченную власть над всем Его существом, над всеми Его сферами жизни. Его натура греховна, поэтому греховны Его дела. Он находит удовлетворение для себя в греховном образе жизни. Его притягивает общество таких же людей с такими же ценностями. Братья, сёстры, более всего находятся в этой тьме под властью дьявола. Душевный человек мёрт для Бога, но жив для греха, для своего Я, для этого мира и для сатаны. Он весь во власти князя, господствующего в воздухе. Он раб греха. Его будущее Писание говорит, он не имеет надежды здесь, отчужён от Бога и вечности. Братья, сёстры, для того, чтобы изменилось положение такого человека пред Богом, необходимо не просто невоспитание, необходимо чудо сверхъестественное. И апостол Павел говорит, ему необходимо то, что произошло во второй главе послания Ефесиным, 4 и 5 стихом. Помните, там даётся характеристика состояния человека. И апостол Павел говорит, что Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мёртвым по преступлениям и грехам оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Братья, сёстры, вот где происходит спасение от души человека. Бог должен оживотворить такого человека. Помните, где Павел говорит, встань, спящий, воскресни из мёртвых и осветит тебя Христос. Вот где наступает истинное рождение человека. Братья, вот этот путь в каждого происходит по-разному. В кого-то это происходит очень рано, в подростковом возрасте. Иногда беседуешь даже с подростками или с молодёжью 16 лет. Они рассказывают, свидетельствуют, как произошло вот это рождение свыше. Это могло быть дома, это могло быть в церкви, на конференции, в каком-то другом месте, но не свидетельствуют. Да, мы знаем, мы знаем, что Бог возродил моё сердце. Кто-то идёт долгим путём, кто-то уже в зрелых годах, а кто-то даже в старости уже наодре болезни, но обращается к Богу. Братья, сёстры, путь у каждого человека по-разному происходит. Братья, сёстры, возникает вопрос возле нас родителей. Ответственны ли мы за то, чтобы в жизни моего ребёнка наступил этот момент как можно раньше? Что мы можем делать как родители для того, чтобы ребёнок наш, вот состояние этого душевного погибшего мог перейти в другое состояние, в другую ступенечку, где Бог назовёт его духовный человек? Братья, сёстры, конечно, наши детки находятся сегодня с нами в собрании. Прежде всего, я хотел бы сегодня сказать родителям, всем нашим, друзья, нашим детям мы должны проповедовать Евангелие. Нашим деткам мы должны проповедовать Евангелие в доступной, понятной детской форме. Тогда, когда выходят родители, держат родителей маленького младенца, им дарят эту детскую Библию, вот оно начинается. Наш ответственный, наш путь к сердцу ребёнку, вот этот посев благодатный в сердце ребёнка, когда он слышит, подрастая, он слышит Евангелие вновь и вновь, братья и сёстры. Это семя драгоценное, которое должно быть положено в сердце ребёнка, должен пройти процесс определённый для того, чтобы оно принесло плоды. Нам нужно молиться с верой за наших детей и с нашими детками, братья и сёстры. Нам нужно молиться с верою за наших детей, за их обращения и с ними, когда они подрастают. Нам нужно читать Слово Божие с детками. Нам нужно показывать личный пример реальной христианской жизни, когда дети видят на поступки родителей своих. Братья и сёстры, это та сфера, в которой находится ребёнок, будет пребывать. Нам нужно вводить детей наших в собрания вместе. дети будут наблюдать для отца и матери. Это что-то значит, это важно в их жизни. Нам нужно делать всё возможное, братья и сёстры. То, что зависит от нас, родителей, для того, чтобы ребёнок находился в этой атмосфере, для того, чтобы Господь вновь и вновь мог стучать его сердечко. И я верю, братья и сёстры, что наступит момент, рано или поздно, но наступит чудо рождения, и тогда Бог назовёт этого человека по-другому. Духовный человек. Братья и сёстры, что это за состояние духовный человек? Какое его положение пред Богом? Братья и сёстры, это полная противоположность душевному человеку. Почему? Потому что его господствующим началом его жизни является не его душа, его мир чувств, его я, но является его дух. В этом человеке происходит особое преобразование. Написано, светильник Господень есть дух человека. Можем себе представить тёмную комнату, в которой никогда не было света, был только мрак. Это состояние душевного человека. Но вот есть тут выключатель, вот есть свеча, вот есть чудо, и озарилась комната светом. Дух загорелся, там Господь вошёл в сердце человека, светильник Господний из дух человека. В его греховном естестве, в его греховной природе появилась совершенно новая божественная природа, то, что апостол Пётр говорит, мы стали частью, причастниками божеского естества, вы стали частью божеского естества, Бог подарил вам свою природу. Братья и сёстры, вот откуда вот этот полёт, то, что свидетельствует я, моё сердце, я находился, как будто летать хотелось, братья и сёстры, вот откуда горение, вот откуда желание трудиться, вот откуда потому, что там правильные отношения происходят внутри, там Господь зажёг светильник человека. Это происходит естественно, в нём появилась жизнь самого Бога. Братья и сёстры, отношения духовного человека к Богу совершенно другие. Через веру в Иисуса Христа человек получает мир с Богом. В послании к римлянам, 5 глава, 1 стих, Павел говорит, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа. Мир приходит в сердце, мир с Богом. Через Иисуса Христа человек получил прощение грехов. Помните, Иоанн говорит в 1 послании, 2 глава, 12 стих, Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Наступает вот это счастье благодати, когда грехи все прощены. Новый или духовный человек получил праведность самого Христа. Пророк Исаия еще в 61 главе 10 стихе он говорит об этих словах очень, знаете, настолько ярко, настолько прекрасно. Говорит так, радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя Боге моем. Почему? Ибо он облег меня в резы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Братья и сестры, дорогая церковь, это праведность, которую Бог дает. Вспомните блудного сына, который приходит домой оборванный, истрепанный, измученный. Принесите лучшую одежду. Вот почему люди мира сего не могут понять, почему был пьяницей, где-то гулял, где-то блуждал, был грешником, был негодным человеком и становится новым человеком. Приобрежается его жизнь, его характер, его поступки, становится новым человеком. Знаете, почему? Потому что Бог дает свою праведность. Быть праведным пред Богом, это значит занимать правильное положение перед Ним. Если мы раньше были виновны, грешники, прятали лицо свое и убегали, как Адам, то сейчас можем стоять пред Господом. Очень краткий пример, братья и сестры. Если мы являемся гражданами Суденных Штатов Америки, то у нас есть определенные права, которые записаны в Конституции. Эти права, которые записаны, называются биль о правах. Интересно, что раньше, когда был старый английский язык, этот биль назывался биль праведности. Братья и сестры, биль праведности, те права, которые давала эта страна гражданину, который становился. Братья и сестры, когда мы становимся гражданами неба, когда становимся гражданами царства Божия, братья и сестры. Какие благословения, какие права дает нам Господь. Это удивительно, братья и сестры. У нас есть особое благословение, есть наследие. Мы становимся частью его, частью его жизни. Духовный человек имеет рак отношения ко Христу, который теперь проявляется в нашем характере, в жизни, в поведении. Духовный человек, он принимает Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Духовный человек отдает себя Христу, как своему Господу, братья и сестры. Многие не совершили в своей жизни этого шага. Как Господа Спасителя приняли, но не отдали самих себя свою жизнь. Все еще держим в собственном своих правах, в своем Я. для самого себя. Духовный человек принял Христа как вечную жизнь для своей жизни. Для духовного человека Иисус Христос это виноградная лоза, он веточка, которая питается ею от соков. Это хлеб жизни, которым питается от самого Христа. Духовный человек принял Духа Святого как залог спасения, как утешителя, как того, который будет вести его по этой жизни. Помните, Павел говорит, вводимые Духом Божиим, они суть цены Божия. Он отдает Господу и все вот эти благословения, о которых мы говорим, совершает Дух Сиатой в Нем, исполняя Его, направляя Ему, открывает Ему Писание, побуждает Его к молитве, работает с Ним, обличает Его, ведет в Дом Божий и цель Духа Святого, братья и сестры, чтобы преображать нас в образ Христа, чтобы Он виден был в нашей практической жизни. Апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, 19 стихе, он говорит Галатам, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образится кто, доколе не образится вас, Христос. Братья и сестры, это удивительная новая жизнь, жизнь, которая открыта в Писании, так ясно, так просто. Братья и сестры, это две характеристики совершенно противоположных. И возникает вопрос, а где же я? Слыша первую о душевной человеке, большинство, и многие скажут, перешли мы от смерти в жизнь, не нахожусь я уже там. Но слыша вторую, о нашем полной отдаче, посвящении, исполнении Духа Святого, о жажде Господа, скажем, да и здесь, если честно, руку так положить на сердце, не могу сказать, что полностью нахожусь. И возникает вопрос, а в чем же проблема? А проблема в том, братья и сестры, что многие-многие сегодня нашли для себя третью ступенечку, третью жизнь, которая называется жизнь ветхого или плотского человека. Человек спасенный, возрожденный человек, имеющий Духа Святого, но живет совершенно по-другому. Просество, об этом мы поговорим в следующее воскресенье. Я хотел бы, чтобы мы молились, Господи, благослови мое сердце, дай мне посмотреть глубоко в Твое зеркало, потому что только Он, Дух Святой, может, братья и сестры, показать мое истинное состояние пред Богом. И когда мы обнаружим себя, где мы находимся, где мы находимся, где я нахожусь, в какой группе, тогда мы скажем, Господи, помоги мне выйти с этого состояния, братья и сестры, потому что выход есть. Христос сказал, что я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. И тогда не нужно будет, братья и сестры, цеплять вот эти, знаете, кислородные баллоны, вот эту маску, для того, чтобы человека как-то потолкнуть. Почему? Потому что Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне пей. И кто будет веровать так, как это сказано в Писании, у того, из чрева потекут эти реки воды живой. И они есть сегодня, братья и сестры. Грело бы наше сердце, жаждало бы мое сердце вот этой перемены. Потому что, если мы останемся в той третьей категории в этой жизни по плоти, братья и сестры, мы увидим всю катастрофу этой жизни, пагубность, неотвратимость, опасность, братья и сестры. Я не думаю, что кого-то это привлекает сегодня. Поэтому, да поможем Господь, братья и сестры, не отчаиваться сегодня, но посмотреть честно и сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты перевел меня от смерти в жизнь, что я помилован и прощеный. Но вот почему-то нету этого когня. И светильник мой, Дух Господень, еле-еле, может быть, где-то горит. А у кого-то, может быть, он уже и погас. Но знаете, друзья мои, что есть тот, который может днов зажечь, тот, который, может быть, дать масло своего, тот, который вновь, может быть, дать вот эту жизнь из соки по этой лозе к веточке, чтобы эта веточка вновь могла подняться, дать листочки и принести плоды в жительницу Божью. А сейчас у нас будет молитва, братья и сестры, о которой мы будем просить, чтобы Господь благословил наше сердце благодаря тому, что произошло, братья и сестры, на Голгофе, благодаря тому, что Христос заплатил величайшую цену. Мы можем сегодня предстоять и можем идти за Господом, можем подниматься сегодня, можем преображаться, можем жить жизнью духовного, спасенного человека. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Я приглашаю в краткой молитве. Субтитры создавал DimaTorzok